Сегодня мы будем продолжать высказывание автора второй Мишны, Бен Азая. И в первой Мишне он говорит про то, как человек должен устремляться даже за легкой заповедью, бежать за ней и убегать от нарушений, потому что одна заповедь влечет за собой другую, а одно нарушение – другое. И плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. То есть мы говорили, как одно связано с другим. Теперь он учит, как человек должен относиться к другому человеку, любому человеку. И вот что он говорит. Не считай ничего невозможным в мире. И теперь надо понять, о чем идет речь. И мы уже говорили, что Бен Азай, он был один из четырех самых близких, троих близких приближенных мудрецов к Рабе Акиве. И написано так в Иерусалимском Талмуде. «Сказал Рабе Акива, и полюби близкого твоего, как самого себя – это основное, основа всей Торы». Абен Азай добавил. «А это родословное человека». Это написано там же, где написано, что «Бе целом и луким барао там, поподобие на Всесильного, сотворил их». И дальше сказано «это родословное человек». И что это значит? Он сказал «это родословное человек – это еще более великое правило». Давайте поймем, о чем идет речь. О чем у них спор между Рабе Акивой и Бен Азайем. Что говорит Рабе Акива? «Относись к другому, как ты хочешь, чтобы относили к тебе. То, что Елель позже сформулировал, не делай другому. То, что ненавистно тебе». А как же Бен Азай говорит «это родословное человека», что это более великое правило. Что даже если человек говорит «я унижен», то пусть будут другие унижены. И я проклят, пусть мой близкий будет проклят. Если ты так поступаешь, то знай, что ты оскорбляешь того, кто сотворил этого человека. Это родословное человека. То есть, как бы ты к себе не относился, ты должен научиться относиться уважительно к любому другому человеку. И кто такой родословный? «Эле толдот Адам». «Зе сефер толдот Адам» написано так. Это книга родословия человека. Кто такой человек? Человек, который создан по подобию на Творца. Значит, правило, как основа Торы, говорит Рабе Акива, что я должен видеть в другом самого себя. А Бен Азай говорит «нет». Даже если ты смотришь на себя плохо, ты унижен, ты оскорблен, не думай, что ты можешь так же вести себя по отношению к другому, как самого себя сказано. Вы понимаете? Он говорит «нет, выше». Вы понимаете? То есть, тот, кто сотворил человека. И если ты презираешь другого человека, ты презираешь того, кто его сотворил. Это то, что говорит Бен Азай. Понятно? Да? Да. Так вот. Что он говорил? Ни одного человека не презирай. И так сказано в Мишлей притчах царя Соломона. Самого мудрого человека. Тот, кто презирает другого человека, у него нет сердца. Что значит «нет сердца»? Нет понимания в его сердце, что такое. Ну, как можно не презирать разбойника, злодея. Я сегодня видел один, ко мне приезжал один режиссер из Телегии. Он мне показал фильм про одного художника. Ему было 22 года. Он где-то на Украине. Кем он был? Карманным вором. Да? И его встретил один режиссер. Один известный на Украине режиссер. И сказал «вот это прекрасно! Ты художник! Вот тебе деньги, иди купи краски!» Он пошел, купил краски. Вот ты будешь стоять здесь, и будешь рисовать картины. Он рисовал одну картину. Он сказал «гениально! Я его тебя покупаю». Этот вор стал художником. И таким художником, про которого Сараян, знаете, художник Сараян, он сказал, что этот художник, он художник отворца. Он живет своими картинами. Сейчас устраивается в Русском музее в Петербурге его персональная выставка. Он уже умер. Он приехал сюда и так далее. Я не хочу называть фамилию этого человека, потому что он сам про себя может писать что угодно, а я не имею права сказать про него. Но вот это то, что произошло. Кто-то, вероятно, режиссер, увидел в нем... О, это прекрасный еврейский художник. 22 года, молодому человеку. И он его поставил где-то, он так начал писать. Вы понимаете, что это такое? Нет, нет, это примитив. Как Перасмани нигде не учился. Как Руссо нигде не учился. Это, понимаете, это... Вы вылепите, вы... Это не вылепить, это провидение какое-то. Ну, несомненно, но вы понимаете, что... Ну, это очень известно. Я даже фамилию не хочу тоже называть. Он пишет так, что вот сейчас я должен очиститься, что писать картины, я должен пойти к стене плачем, помолиться. И вот тогда я сумею написать ту картину, которую я... Ну, это особенно... Я про что говорю? Это то, что говорит Бен Азай. Не презирай другого человека, даже если он выглядит в твоих глазах как разбойник. Ты должен его уважать как раба на Габриэля, как руководителя всего народа Израиля. Как? Я ведь понимаю, вот он передо мной сделал нарушение. Я выше, он ниже. Кто он такой вообще? Вы понимаете взгляд Бен Азай? Почему? Дальше. Не считай лишней ни одну вещь, которая в мире. Тебе кажется что-то лишним. И это то, что Гемора говорит, то, что царь Давид сказал, творец, сколько ты сотворил? Для чего эти мухи, комары, я не знаю, блохи? Зачем это всё? Тараканы, пауки. И тогда творец сказал, Давид, ты ещё меня будешь благодарить за то, что я их сотворил. И вы все знаете историю, как он вбежал в пещеру, за ним гнался Шауль и его. И вдруг он вошёл в пещеру, и там был паук, который покрыл всё паутин, но сюда он не забегал. И когда Давид вышел, он спел благодарственную песню. И ещё одна вещь. Творец, я всё понимаю в твоём мире, но зачем ты сотворил безумие? Спросил царь Давид. Фушкина, помните? Не дай мне Бог сойти с ума, нет лучше посох из ума, не то, чтобы разумом своим я дорожил, и так далее. Ну так зачем сотворено в мире безумие? Творец сказал, Давид, ты ещё у меня будешь просить об этом. И известно, что когда Давид скрывался во дворце у, сейчас прочитаю, у царя Плештин, да, сейчас прочитаю, у царя Гата, да, его звали Ахиш, и пришли к нему его военачальники главы. Кто они такие были? Родные братья Галиата. И сказали, ты прикрел в своём доме того, кто убил нашего брата. Дай мы его убьём. И тут Давид попросил у Творца. Ему было дано немного от безумия. Он писал на всех дверях столько-то и столько-то денег. Мне должен царь Гата Ахиш. И так далее, и так далее. Сказал Ахиш, у меня жена сумасшедшая, дочка сумасшедшая. Мне ещё этого сумасшедшего нужно домить. Выгнать его. И тогда вы не видите, что он безумен. И тогда Давид пропел, что он сказал в псалме, буду благословлять Творца во всякое время. 34-й псалом. То есть, за всё. Ну, в принципе, это действительно, это самое страшное место, которое в своей жизни я видел, я вам скажу. Я пришёл в детское отделение, ну, такое совершенно, где были дети, ну, идиоты. То есть, и мы должны были показывать спектакли с моим другом. И мы показывали спектакль «Пиноккио Хозер Бычуа». Ну, там, например, «Пиноккио хочет сесть на стул». Я играл «Пиноккио» с бородой, с длинным носом. Я хочу сесть на стул. Ну, там «Пиноккио» не знает, как, что и так далее. И вот он не может сесть на стул. И они так смеялись. Они могут сесть на стул. А вот он не может. Вот это. Ну, например, там были такие, которые не могли даже муху прогнать себя. Это было очень страшно. Так я вам говорю, что вот понять, творец, зачем ты сотворил это в мире. То есть, это царь Давид, дойдя до глубины, он открыл. И творец ему открыл это. Вы понимаете? Но что это такое? Нет человека, у которого не было своего часа. И нет вещи, которые есть во всём творении, у которого не было бы своего места. Так вот, это то, что говорится. Что значит человеку, у которого не было бы своего часа? Приводь пример Истанах. Это много примеров. Первый из них – Авимеллах и Ицкак. Авимеллах прогоняет нашего братца Ицкака, который разбогател так, что сказано, что золото в кладовых у Ицкака было больше, чем катышков, которые выходят из крупного и мелкого скота у Авимеллах. То, что сказано в Торе – меа шарим. Это стократно переводится. В тот год, то есть, был год плохой, и земля была плохая, а у Ицкака стократно произошло урожай. И его этот Авимеллах прогоняет. Потом он видит, что происходит с Ицкаком, и он приходит и просит заключить с ним союз. Что это такое? Это первый пример Истанаха. Дальше. Братья, которые продают Иосефа в рабство. Потом они все поклоняются перед Иосефом. Ну, что, от кого проданы в рабство, он становится главой и правителем Египта. Ифтах-Гелади. Его прогоняют братья по отцу, но не по матери, потому что его мать была, ну, скажем, по еврейскому закону, должны быть кедушин. Без кедушин – это наложница называется. Это как бы незаконорожденный сын. Они его прогоняют, а потом все важные люди – гата, дела, да – приходят и говорят, иди и воюй против наших врагов. И делают его царем над ними, и он становится судьей. Он защищает их, он побеждает их, и он становится судьей. И сказано «и в так своем поколении, как шмоль в своем». Вы понимаете? То есть, как меняется судьба человека. Так вот, это то, что сказано, что у каждого человека есть свой час. И написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Трума. Был такой человек, погонщик, как пастух свиней, доклад. И его часто били ученики Робана Гамлееля, чтобы он со своими свиньями не приходил к Бэтмин-Трашу. Против них мы не можем ни молиться, ни слова Туры. Есть такой закон. Да? Против свиньи. Чтобы свиньи были свиньи? Ну, чтобы их глаза. Есть такое, чтобы не видели глаза. И потом этот дуклад стал римским императором. И он хотел издать страшные законы против еврейских мудрецов. Значит, пришли к нему еврейские мудрецы. Он говорит, что вы пришли? Вы же меня гнали, вы же меня били. Мы били. То есть, это вот били кого, пастуха, дуклада, который был пастухом свиней, но не дуклада, как-то, извините, римского императора, законы которого мы соблюдаем. Он говорит, все равно не придирайте даже маленького римлянина, потому что он может стать императором. Как не придирать преступника? Ну, это серьезный вопрос. Как можно понимать? То есть, я понимаю, что вы говорите, но здесь что говорится, что нету человека, то есть, он говорит, что может ли что-то быть невозможное? Возможно. То есть, как бы, Мазаль – это колесо. Написано в другом месте в Геморе, Баба Батри, что сказано так, что сын одного еврейского мудреца заболел, и он был при смерти. Потом помолились за него, и он вернулся. И спрашивает его отец, что ты там видел? И он говорит, олам афухраити, мир перевернутый я видел. Те, кто здесь выше всех, богачи, знатные, почитаемые люди, там они внизу. А вот эти, которых презирают, которых и гонят, бедные и так далее, они наверху. И что сказал ему отец? Олам нахон, Раид. Ты правильный мир виден. Потому что мы видим только внешнюю сторону. Поэтому не презирай никакого человека. Что это значит? Ну, что этот человек может мне сделать? Я важный, я почитаемый. А кто он? Вы спрашиваете, а как можно уважать преступника? Этот спор был между Раби Мейром и его женой в Рурии. И он сказал, уже не могу. Соседи, евреи, злодеи. Я не могу. Я сейчас буду молиться, чтобы творец их убрал из мира. Она сказала, нет, неправильно ты говоришь. Царь Давид сказал по-другому. Чтобы исчезли грехи из мира, а не грешники. Вы понимаете? То есть, а дальше здесь заключен очень глубокий, глубокая основа еврейского понимания. Каждый человек может в одно мгновение перевернуть все и злодея стать правильным. И вот это то, что имеет отношение к месяцу, в котором мы находимся. Это Илюль. И я хочу привести из Талмуда, из Геморы Аводазара рассказ. Про кого? Про Раби Элязара бен Дурди. Раби? Да. Сказано так. Когда услышал про него, он заплакал. И что он сказал? Есть тот, кто приобретает будущий мир за много лет. А есть тот, кто приобретает будущий мир за один час, за одно мгновение. И все знают историю про Раби Элязара бен Дурди. Объясняет мораль из Праги имя его даже. Элязар. Кэ-ли. Это имя творца. Азар помог. Творец помог. А Дурди, он говорит, что это такое, это осадок, который в вине. То есть, творец помог. Что вот это вот то, что как осадок в вине, превратился, еще там осталось что-то, и превратился в вину. Что это такое? И Талмуд описывает, что был такой человек, совсем не Раби, развратник, который услышал, что есть какая-то дама где-то там на островах. И чтобы до нее доплыть, нужно пройти там четыре реки. И чтобы ее почтить, нужно заплатить столько-то и столько-то золотых монет. Он отправился в путешествие, объясняет мораль из Праги, это с риском для жизни. Реки, бурные реки и так далее. Дальше отдал все то, что отдал. И вот, когда он достиг то, что он хотел, вдруг... Нет, сейчас я скажу, я ищу, как сказать, красиво. Скажем, неважно, он или она, испортили воздух. И вот она ему сказала. Так же, как этот воздух, который вышел из того места, откуда он вышел, назад не вернется, так и Элязар бендурдия не сможет сделать шугу, не сможет вернуться. И сказано, что вошли эти слова в его сердце, как яд. И он пошел, и он обратился к горам и к высотам. И сказали, молитесь за меня, объясняет Талмуд. До того, как мы будем молиться о тебе, мы должны молиться о себе. В будущем сказано, горы и высоты станут как равнина. Хорошо он обратился к луне, к солнцу, к звездам. Они сказали, что нам молиться о тебе, мы будем молиться о себе. Потому что в будущем новые небеса, новое солнце. И тогда что он сделал? Он взял, опустил свою голову между колен, опустил локти на колени. И так горько заплакал, что с этим плачем отлетела его душа. Раздался голос на небе. Раби Элязар Бендурдия приглашается для жизни в будущем мире. Вся его жизнь только стремление за развратом. И вдруг он Раби? Это то, что плачет Раби Иуда Анаси. О чем он плачет? Что есть тот, кто работает над своими качествами всю свою жизнь. И вот есть тот, который собирает все свои силы. И в одно мгновение переворачивает всю свою жизнь. Объясняет мораль из Праги. Что с ним произошло? Что это за обращение к горам, к высотам, к Солнцу, к звездам, к Луне? Что это такое? Может быть, я буду существовать в этом мире, ну, как Солнце, как Луна, как звезды, как скалы, как горы. Ну, вот, может быть, вот так я могу остаться в мире? Мне говорят, о чем ты говоришь? Ты вершина творения. То есть мы существуем для тебя. Мы существуем для свободного выбора человека. Поэтому ты не можешь быть от нас завистью. И тогда он сказал, эта вещь зависит только от меня. Ни от кого из них. И спрашивается, ну, что же это такое? Почему он с неба назван Раби? Раби, это вы знаете, это мудрец земли Израиля. Так почему же он назван Раби? И комментаторы Талмуда объясняют, что он был так связан с этим Ецаром разврата, а до этого говорится про идолопоклонство. Что сказано «Авик-батува», прилиплен к нему очень. Чтобы называться Раби, надо научить весь еврейский народ. Чему он научил? Что даже из этого места, то есть в последнее мгновение перед тем, как последняя искорка вот этого вот души еврея, как бы может быть погашена. Он услышал ее слова. Она как будто раздула эту искру в нем и даже самопожертвование. То есть с отдаванием, то есть вместе с его душой вышло из его тела вот это его раскаяние. Он был несколько мгновений, пока он плакал вальчува. Но он научил, что нет такого места, куда бы человек ни спустился, где он не может все перевернуть. И это принципиальное отличие еврейского взгляда от взгляда в философии, психологии. Как? Бедный человек, он не виноват. Мама там плохо вела себя с ним, папа плохо вел, он не виноват. Все, что он делает, убивает, грабит, развратничает и так далее, это из-за того, что в него вложили. Он не может ничего сделать. Это психология то, что говорит. Еврейство говорит ничего подобного. И с любой точки можно все перевернуть. Всю жизнь он был развратник. И вдруг он стал раби, учителем всего еврейского народа. Он научил, что это можно сделать шуву, даже отдавая жизнь. Это то, что Рэби плакал. Так вот, какая сила гремучая заключена в каждом еврее. В каждое мгновение жизни можно все перевернуть. Мы работаем годы, мы учим Тору, пытаемся исправить свои дурные качества постепенно, постепенно, постепенно. Он нас научил, что можно все перевернуть так, чтобы стать другим человеком. Он стал учителем всего еврейского народа. Дополнительный комментарий я слышал от Гаона Рамой Шапира. Он объясняет это так. Это Гемора, а вода Зара, 17 лист. Это поколение поколений евреев учит. Он автор этого места Геморы. Значит, он Рэби, который научил весь еврейский народ. Вот это место он обучает весь еврейский народ. Он Рэби. Вы понимаете? Раби Элязар бендурдия приглашается для жизни в будущем мире. Сколько мгновений у него было в жизни, когда он был полный Бальчува, полностью раскаившись. Сколько он жил, 40-50 лет, неважно. Но вот эти мгновения его жизни – это главное. То есть это главный урок всей его жизни, которым он научил весь еврейский народ. Так что здесь написано? Чтобы ты не презирал ни к одного человека. Потому что нет у тебя такого человека, у которого не было своего часа, звёздного часа. И мы можем смотреть на мир и думать, ну вот этот хуже меня. Вот этот, конечно, хуже меня. Я такой, а он такой. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что если я смотрю на другого выше, ставлю себя выше, то это ошибка. То есть этим я презираю кого? Не самого человека, а того, кто его сотворил. Вы понимаете? Каждый человек, который находится в мире, он единственный. Это то, что эта книга родословный человек. В каждом поколении есть свои главы, есть свои преступники, есть свои средства. Но в каждом поколении есть каждый человек, у него своя роль в мире. Дальше комментаторы объясняют. Что это такое? Чтобы не было у него своего часа. Что значит? В этом мире или в будущем? Здесь он стоит, приходит такой, и так себя ведёт, и так себя ведёт. А кто сказал, в каком месте он будет в будущем мире? Вы понимаете? То, что говорил Рэби из Клойзенбурга, Цанзер Рэби, про Голду Мейера и Бен Гуреона. Он говорит, я не знаю. Может быть, в будущем мире они будут гораздо выше меня. Может быть, они столько митсвот делают, что они, их заслуги гораздо больше, чем мои. Но в этом мире я гораздо богаче их. Я гораздо счастливее их. Почему? Потому что у меня есть Шабес. У них нет. У меня есть Йомтов. У меня есть Празднов. У них нет. Я не знаю счетов там. Поэтому я отношусь уважительно. Вы понимаете? Но здесь, несомненно, я богаче. У меня есть Тара, у меня есть молитвы, у меня есть Твилин, у меня есть Суббота, у меня есть праздники. У них нет, они бедные. А может быть, там? Так это мы не знаем счетов. Это то, что Рамбам объясняет. Мы не знаем счетов одной заповеди. Может быть, одна заповедь перевозит множество нарушений. А может быть, одно нарушение перевесит множество заповедей. Мы не знаем счетов Творца. Но как человек должен приучить себя смотреть? Это то, что мы в месяц Илюль, это месяц Раскаяния, месяц Чувы, эти 40 дней, когда Муше в последний раз был на горе Синай, и в конце он сносит новые скрижали. Это новое дарование Торы. Когда? В Йом-Кипур. Так вот это сказано у Рамбама. Йом-Кипур прощает все нарушения человека между человеком и Творцом, между человеком и другим человеком. Он не прощает, пока я не попрошу прощения и так далее. Так вот это то, что учит нас Тана Акадош. Ра-Бен-Азаль. Что он учит нас? Ни один человек, что не был презренен в твоих, не презирай его. Потому что нет человека, у которого не было бы своего часа. И нет ничего, что бы не имело своего места в мире. Так что у нас два определения. Зман-Умаку. Зман-Время. Что такое время? Оказывается, Зман-Зимун. Приглашение. Не просто так какой-то поток, который течет всегда. А это Беркат-Амазон. Мы делаем, если трое едят. Зимун. Зимун. Что такое? Приглашение. Корень слова Зман. Приглашение. На что? Приглашение на жизнь. Каждое мгновение, которое человек использовал для того, чтобы исполнить волю Творца, через это он присоединяется к тому, кто над местом и над временем. Но все, что существует в мире, у него есть свое место. Это про весь мир. А тем более человек, у него есть свой час. Это то, как человек должен быть осторожен по отношению к другому человеку. Это то, что учит Бен-Азай.